Матч получился сложным. Команда «Чайка», пропустившая всего на выезде три гола, плюс «Исимтуки» один гол отняли два гола. После удаления еще больше закрылась и практически, ну, за исключением, может быть, пару моментов не дали создать нам вообще ничего. Я думаю, если бы мы играли в равных составах, то игра была бы более зрелищной и моментов, наверное, мы создали больше, как, наверное, и соперник. В принципе, ну, закономерный счет 0-0 должен был быть. Ну, допустили мы ошибку и поплатились. 0-1 проиграли, закончили. Ну, наверное, не отражает все-таки соотношение сил на футбольном поле, потому что владение было, доминирование было. Ну, таких очень опасных моментов мы не создавали. Это все-таки касается того, что, наверное, не хватало у нас людей, которые могут что-то выдумать, изобразить, как бы такой изюминки, чтобы создать какой-то момент, и соперник не смог понять, что мы хотели бы сделать. Здравствуйте, Константин Георгиевич. Как Вы уже правильно сказали, то, что что-то не хватало, и Вам не казалось то, что команда перекатывала мяч со стороны на сторону и не хватало элементарных ударов, а если был опасный момент, то он шел из центра, когда шла проникающая передача штрафную, и уже какое-то обострение получалось. А все навесы, все стандарты штрафные ни к чему вообще не привели. Логично. Согласен сами. Здравствуйте, вопрос есть? Вопрос по пропущенному голу. Что это было? Отсутствие концентрации в какой-то конкретный момент? Или это индивидуальная ошибка? Я бы не хотел сейчас склоняться к индивидуальной ошибке, к командной ошибке. Посмотрим гол, разберем его. Ну, простой дальний вынос и гол в наши ворота, в противоположной от нашей скамейки, естественно, не очень там было видно, что и как произошло. Ну, не думал, что здесь как-то кого-то надо обвинять. Спокойно к этому отнесемся, разберемся и будем двигаться дальше. Спасибо. Вопрос есть. Вопрос, наверное, тактический. Наверняка вы готовились к намоку к футболу с чайкой, потом случилось удаление, и, наверное, он пришлось перестраивать игру. То есть удаление, можно сказать, что не сыграло вашу пользу глобально? Ну, сейчас можно говорить все, что угодно. Как бы футбол не терпит сослагательного наклонения, но получилось так, как получилось. Естественно, мы все, город Новороссийск, наше руководство, все готовились, ждали, что команда выйдет, разорвет соперника, мы выйдем в первую лигу и поехали дальше гулять, да, но так бывает, это футбол. Мы не скажу, что мы были слабее, да, и проиграли 0-1. Ни в коей мере так не скажу. Поэтому я сказал футболистам, вы можете смотреть высоко поднятой головой, двигаться дальше. Ничего страшного, вы проделали огромнейшую работу, у вас колоссальный запас очков. Поэтому спокойно двигайтесь, выигрываете в следующем матче, ну, получится в следующем матче выйдем. Ничего страшного, говорю, не случилось. Поэтому двигайтесь, вы молодцы, играйте лучше всех в футбол в этой лиге. Вот и все. Спасибо. 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 Спасибо.